Что, по-твоему, стало причиной того, что Ичкерия так и не смогла образоваться как государство? Была ли это политическая грязня между Масхадовым и Басаевым или факт существования Кадырова? Я не согласен с постановкой этого вопроса. Что значит не смогла образоваться как государство? Как раз таки Чеченская республика Ичкерия, она образовалась, прошла вот этот этап становления и просуществовала уже. И на сегодняшний день это оккупированное государство. То есть как раз таки государственность мы обрели. И даже де-факто были признаны самой страной-агрессором. То есть той страной, которая не хотела нам давать этого суверенитета. Даже они де-факто признали, подписав с нами межгосударственный договор. Поэтому я с такой пацанокой вопроса конечно же не согласен. Если бы ты спросил или спросила, я не знаю девушка или парень, если бы вопрос заключался бы в том, почему привело нас это все к новой войне, к оккупации, то здесь можно конечно рассуждать, что были там и внутри политические какие-то расприи и так далее. Но отрицать государственность это не объективно. Саламу алейкум. Тумсо. Дагестане хотят ввести законопроект, где президент снимает ответственность от себя о территориальной целостности и вероятность, что Алуховский район вернется в Чечню. Я не знаю. Я считаю, что вопрос Алуховского района это такой, если бы Кадырову удалось вернуть этот район, сделать его снова частью Чеченской республики территориально, это конечно был бы для него колоссальный бонус. Это очень серьезно повысило бы его рейтинги. Здесь все зависит не от Кадырова, а зависит от Кремля. Но видите, сейчас в России происходит, ну в мире даже, в этом регионе между Россией и Украиной происходит событие, которые могут в какой-то момент очень серьезно ослабить центральную власть в Кремле. И вот как в этот момент себя поведет Кадыров, не знаю, хватит ли у него ума, решительности на то, чтобы какие-то действия в этом направлении предпринять. Но Кремлю сейчас, выгодно ли Кремлю вот это вот усиление Кадырова, поднятие его рейтинга среди чеченцев, это поднимет его рейтинг именно среди чеченцев, понимаете? Потому что вопрос Ауха, он больной для всех чеченцев. Нас разделили, взяли один народ, нашу неотъемлемую часть Ауховцев от нас, их от нас отделили, сделали из них как будто бы отдельный народ. Уже знаете такие вот пробросы типа чеченцы-акинцы, там мемориал памяти депортированным чеченцам-акинцам. Нет никаких чеченцев-акинцев, чеченцев-шатойцев, чеченцев-чеберлойцев. Нет, есть чеченцы и все. Остальные все вот акинцы, шатойцы и томкалинцы, это просто внутреннее чеченское общество. Но все мы являемся одним народом, чеченцами. И вот эти вот попытки нас разделить, и они, к сожалению, в некотором смысле даже повлияли на некоторых отдельных, не совсем далеких людей, даже вот в этих обществах. Поэтому это такой больной вопрос для нас. И если бы Кадырову удалось этот вопрос решить, то это моментально поднимет его рейтинг внутри чеченцев. Это будет такой козырь в его руках. Никто этого на меня не сделал, вот я это сделал. Но нужно ли Кремлю, чтобы он так поднял свой рейтинг среди чеченцев? Не знаю, сегодня навряд ли это Кремлю интересно, когда у них очень серьезно, наоборот, они терпят убытки. Поэтому навряд ли им это сейчас будет интересно. Но ситуация может измениться в любой момент, особенно сейчас. И поэтому ко всему, конечно, нужно быть готовым. Почему Россия допускает идеализировать имама Шамиля? Ну потому что для них это идеальная схема. Героизировать человека, который сдался в плен, по-моему, это очень круто для них. Хорошая такая стратегия. Показать кавказцам, что они могут сдаться в плен и после этого быть героями. Даже очень такая грамотная стратегия, я бы сказал. Здесь я считаю, что они не прогадали именно с этой темой. Поэтому мы видим сегодня в Дагестане, допустим, каких-нибудь муфтиятовских, куфриятовских деятелей. Они вроде как, знаете, и России свои зады продали. И в то же время имам Шамиль для них герой. Удивительная противоречия получается. Человек, который воевал с Россией, он для них герой. Но они при этом сегодня говорят, что Россия это их родина. А почему это произошло? Как раз вот из-за того, что Россия поставила, сделала ставку на то, что герой может быть тот, кто сдался России. А там уже немножко приукрасить эту историю, сказать, что вот он потом сожалел о том, что воевал и так далее. Немножко тюнь гнуть. И все. Стратегия работает. В том числе, я осетин. Хочу, чтобы у нас был свой отряд оппозиционный за свободу осетин и Кавказа. И еще вопрос. Как попасть в батальон Шеяха Мансура или туда могут попасть только чеченцы? Нет, насколько я знаю, туда не только чеченцы, там разные, там интернационал. Во-первых, по поводу твоего желания основать отряд, бороться за свободу осетин и Кавказа. Это респект тебе за это. Я хотел, чтобы... Я вообще не считаю, что Осетия это вообще неотъемлемая часть Кавказа. И осетины должны желать этого свободного Кавказа. А вот что касается, как попасть в этот батальон, я, к сожалению, не знаю. У меня нет такой информации, но я знаю точно, что там не только чеченцы. Дай нам, Лизгинам, веру и надежду Тумсо. Дай нам свою поддержку. И дай нам веру, что мы справимся с ущемлением прав Лизгин. Брат, я не знаю, как вам я могу вам это дать, но я целиком и полностью поддерживаю стремление Лизгин к собственной государственности. Полностью поддерживаю. Лизгин – это неотъемлемая часть Кавказа. Это значительная часть кавказских этносов. И то, что с Лизгинами сегодня произошло в разделении на два государства – это величайшая несправедливость. Когда нас отправляли в высылку, куда делись эти хампаши или другие офицеры советской армии, ингушской, чеченской или крымско-татарской национальности? Помогали ли своих в вагоны закидывать, скорее всего? Нет, брат, нет, конечно нет. Не было. Они не доверили бы это ни чеченцам, ни ингушам, ни крымским татарам. Эти чеченцы, ингуши, крымские татары, они находились на фронте. Те, кто были на фронте, они были на фронте. Их не использовали, когда нас высылали. Нас высылали с помощью НКВДшников. Это они приходили в наши дома. А те в это время сражались на фронте. А когда война закончилась, их оттуда прям с фронта отправили к своим семьям в Казахстан. То есть, они не вернулись уже в Чечню. Куда им было возвращаться? Через Ингушетию, в Крым. Они поехали, их отправили туда же, где их семьи. То есть, тоже подвергли репрессиям. А, я, кстати, хотел, не досказал по поводу Ауха. Дело в том, что вопрос Ауха, он ведь на самом деле уже законодательно он решен. То есть, эти территории законодательно, они должны были уже давно. И район должен был быть восстановлен. Возвращены они в Чечне. То есть, по закону они все это могут сделать вообще без проблем. Но Кремль это не дает ведь делать на протяжении уже стольких лет. 30 лет, да, они больше 10 лет. Они не дают это сделать. Закон о реабилитации существует, но его исполнение, исполнять его не дают. А почему его не дают? Потому что Кремлю не нужно, Кремль заинтересован в том, чтобы у нас там вот эти вот очаги, они всегда были. В любой момент их можно было использовать. Потому что, почему раньше мусульмане захватывали чужие земли, почему нельзя было распространять ислам без оккупации, ведь в исламе нет принуждения. Раньше не мусульмане захватывали, раньше в целом мир так был устроен. И в основном борьба шла за территории. Это же не мусульманское ноу-хау было. Все государства, цивилизации, они так жили. Они начинали войны, захватывали земли, устанавливали там свои порядки. И поэтому тогда была такая эпоха. Сегодня эпоха другая. Сегодня, чтобы что-то распространять, какие-то идеи, ничего захватывать для этого не нужно физически. То есть, оккупировать для этого не нужно. Поэтому, ну, для кого-то это до сих пор не актуально, у кого там мало земель, а их много, как китайцы, допустим. Им, я так понимаю, они же сейчас вверх растут, у них дома все выше и выше становятся. В какой-то момент у них появится вот эта необходимость расширения. И это будет очень серьезная проблема для России, на самом деле, если к тому времени будет Россия. Если не будет, то соседям будет, это для соседей будет проблема. Редактор субтитров А.Семкин